всем привет с вами и на гонка из заснеженного дома у нас зима и дубр наступил и снег метет без остановки сегодня и мне нужно пересадить мою орхидею которую я себе купила где она моя красавица вот она моя красавица вот она моя новая красивая вот она сейчас мы для нее найдем место и ее посадим попросим вот эту нашу красавицу подвинуться обычно я все эти пересадки делаю холодно и зима вот как вы видите высыпаю слою коррозии субстрат мне просто многие спрашивают сколько где чего у меня вот видите там у меня внизу земля здесь вот меня вот столько где-то насыпано такой маленькой галечки камешки мелкие потом у меня идет земля земля для домашних растений потом вот у меня идет вот этот вот тракт вот в него я посажу сейчас свою новую орхидею видите он запасов как раз их надо поливать это делаю очень просто подходит ему очень просто вот достаю ее из вот такого горшочка которым она сейчас находится делаю это сейчас все одной рукой мне не очень удобно вот так просто переставляю ее я ничего не усложняю никогда я просто все делаю очень просто вот так переставляю ее сюда свою свою свой горшок засыплю сюда еще немножко субстрата по кругу потом я двумя руками сделаю мне это будет легче с двух сторон вот сюда немножко насыплю вот там они зацепились у меня две красавицы вот так вот и остатки тоже засыпаю этим же субстратом и здесь достанем мою орхидейку такие у нее корешки и сухие вот сейчас я эти сухие здесь обрежу и все сухие обрежу и мы посадим вот эти две сюда обычно это делаю все в перчатках но так как у меня сегодня даже перчаток нету они вот там у меня в моей будочки лежат в которую я не хочу идти в домик свой ничего и потом хорошо вымою руки так сейчас мы возьмем ножнички и обрежем сухие корешки так простенько к этому я прохожу абсолютно без всяких микроскопических щипчиков или ножничек у меня это все делают по простому я не говорю что это правильно ребята естественно правильно будет если вы будете следовать советам профессионалов но я просто говорю о том что у кого нет времени или желание это все делать что от простого ухода тоже орхидеи будут чувствовать себя вполне нормально не надо себе сильно загружать и морочить голову и профессионалов прошу меня особо не критиковать потому что я вам конкуренцию не составляют и не до не набиваюсь ни в какие большие специалисты по орхидеи всегда подчеркиваю что я любить вот так вот мы посадим его сюда красивенький и вот и этот который стал подсыхать только не говорите как же можно почему у вас такие сухие корешки я уверена что даже у профессионалов у тех которые не могут надышаться на свои орхидеи бывают сухие корешки и бывает время когда орхидеи начинают умирать пришло время я уже даже не помню сколько лет этой орхидеи было вот так придется им пока вместе здесь потесниться и вот так вот я сейчас их засыплю точно так же здесь вот здесь вот у меня нас тут насыпано вот столько этой галки галечки для того чтобы вода там отстаивалась потом идет земля и потом идут вот эти вот кусочки коры вот этот как его называют специальный субстракт которым орхидеи чувствуют себя хорошо все равно я тут на свинячу конечно сейчас у себя на полу но ничего мы потом будем убирать в общем все достаточно понятно правда ребята достаточно понятно понятен мой подход может быть он неправильный но для меня он достаточно легок без напряжения работают уже много лет как вы видите для моих орхидеи тоже как я уже сказала может быть сегодня не самое лучшее освещение но как вы видите они у меня здесь очень даже неплохо себя чувствует при моем не совсем профессиональном к ним подходе все равно красавицы все равно красавицы и здесь уже почки просто набухают набухают скоро будут большие вот так вот так мы и живем точно так же как и здесь кстати я хотела сказать что я создала другой канал на котором буду выставлять все свои видео про орхидеи он называется счастливые орхидеи и почему я его создала потому что как то мне не очень хочется мне столько вопросов по поводу орхидеи поступает и мне не очень хочется превращать мой канал и на гонка в канал про орхидеи мне кажется у меня достаточно много других интересных тем на которые можно обращать внимание на которых можно сосредотачиваться и поэтому я решила создать отдельный канал если кто-то смотрит мой канал из-за орхидеи и пожалуйста можете подписаться на счастливые орхидеи чтобы вам не приходилось выслушивать то чего вам не интересно слушать про мое отношение к жизни или про мое отношение к человеческим отношениям или про то как я готовлю супы поэтому вот я сделаю ссылку здесь в этом видео пожалуйста подпишитесь на мой на мой канал счастливые орхидеи и смотрите все мои эксперименты по поводу орхидеи на этом канале на и не гонки я оставлю некоторые только видео но вот я начну все меньше и меньше видео про орхидеи выставлять здесь особенно вот таких прозаичных где я просто пересаживаю цветы и занимаюсь такой прозаичной работой как вы видите у меня вот здесь такие шарики я ими украшаю просто свой субстракт чтобы он смотрелся красиво обычно я у меня раньше все было засыпано этими шариками стеклянными всякими красивыми штучками сейчас я как-то стала этим меньше заниматься украшением этим вот у меня здесь стеклышки цветные остались я раньше их вот так вот выкладывала сверху везде так сейчас мне нужно будет двумя руками наверное будет быстрее если я вот это все высыплю вот сюда засыплю вот такой камешек у меня видите он тоже сверху лежит для украшения но у меня вот такого же плана камешки лежат там и внизу вот такой самый большой это меньше обычно вот они вот здесь внизу у меня в моих всех вазонах и лежат потому что у меня нет дырки я знаю что некоторые делают вот эти берут вазоны с дырочкой внизу или по бокам даже у меня нету таких дырочек у меня без дырочек горшки поэтому у меня отстой для воды вот именно сделан благодаря вот такой галечке ну вот как вы видите я их пересадила я засыпала их субстрактом сверху освободила вот здесь вот листики чтобы они не были засыпаны чтобы там не лежала грязь чтобы туда не попадала воды слишком много чтобы они не загнили не загнили и теперь вот укреплю вот эти вот их цветоносы с помощью вот этих вот палочек которые к сожалению по моему это у меня погибнет потому что пока она ждала моей пересадки она подвяла и согнулась у меня сегодня запланировано поливать их обыкновенной водой поливаю их обыкновенной водой из крана и чередую это с чесночной водой каждые две недели если я когда-то чувствую что мне нужно полить их чаще я их поливаю чаще к сожалению вот эту орхидею я не поливала 3 дня меня не было дома поэтому она меня тут меня ждала вот мы ее немножко польем больше и сейчас я ее еще сбрызгаю побрызгаю листья вот таким специальным средством по уходу за орхидеями я вам о нем уже рассказывала вы можете увидеть в моих предыдущих видео это специальное средство которое предназначено для обработки листьев для укрепления листьев и корней его рекомендуют пользовать раз в неделю я его пользую очень редко я вот сейчас его себе купила поэтому пользую где-то раз в две недели я просто забываю честно говоря и пользую я буквально такое средство где-то два раза в год всего лишь а так пока я обхожусь своей чесночной водой которой поливаю каждые две недели или каждые четыре недели чередую с обыкновенной ну вот сейчас я побрызгаю вот эти свои новые листики с двух сторон и снизу и побрызгаю на корешки и вот она моя красавица новая красавица орхидея готова к приключениям готова к экспериментам к моим экспериментам к моим непрофессиональным экспериментам готова к жизни в моем раю сегодня он не выглядит как рай когда столько шума за окном и ветер гоняет снег но все таки я надеюсь что я смогла ответить на ваши вопросы хотя бы на несколько ваших вопросов на некоторые ваши вопросы еще раз в этом видео не забудьте подписаться на мой канал если вы еще не подписались для любителей орхидеи и для того кого не интересуют мои разговоры о жизни о супах или еще о чем-то я рекомендую подписаться на мой канал счастливые орхидеи happy orchids я поставлю линк обратите внимание на линк и подпишитесь на тот канал всех целую всех люблю с вами была и на гонка и мои счастливые орхидеи и на гонке